Голубые песцы В Японском море есть маленький остров Фургельм. Наши звероводы привезли с севера голубых песцов, пустили на остров, и дорогие звери прижились. Я с интересом наблюдал здесь жизнь этих очень семейственных, но чрезвычайно плутоватых зверей, близких, родственников нашей хитрой лисицы. Совсем недалеко от рыбацкого лагеря, почти возле самых палаток, устроилась необыкновенно прудовная и сильная семья песцов. Тут когда-то стояла фанза, корейская изба. Теперь от нее остался лишь кан, или пол, заросший бурьяном в рост человека. У корейцев пол отапливается, устраивается с дымоходами, как печь. И вот под этим каном и устроилась жить пара песцов, Ванька и Машка. Между прочим, возле Кана над бурьяном возвышалась горка старого мусора и служила песцам верандой или наблюдательным пунктом. Однажды белоголовый орел осмелился спуститься к рыбакам и выхватить с их промысла сардинку. Орел поднял рыбку на скалу. А песцы во главе с Ванькой и Машкой следили за действиями белоголового. Вот только-только принялся белоголовый клевать свою добычу, откуда ни возьмись белохвостый орел и бросился на белоголового, чтобы отнять у него сардинку. В это время песцы всмотрелись своими желтыми глазами и смекнули. Ванька остался с детьми, а Машка в короткое время с камушка на камушек добралась до вершины скалы, схватила сардинку и была такова. Дома на своей веранде, отдав добычу детям, песцы, как ни в чем не бывало, продолжали с интересом следить за борьбой орлов, теперь уже совсем забывших о рыбке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова